Я приветствую зрителей канала Россия 2, студия Анна Кастерова, это программа Пятница, главные темы. Говоря юридическим языком, это система защиты прав несовершеннолетних. Во многих странах Европы этот механизм давно работает, у нас он только... Вот только какие причины можно считать достаточно вескими для того, чтобы сделать ребенка сиротой? Угроза жизни или плохой ремонт в квартире? Разбирался Николай Ковальков. Тарзан задерживается в стране викингов. Норвежский суд на месяц отложил вопрос об экстрадиции в Россию Вячеслава Дацека. На родине чемпион мира по боям без правил был осужден за грабежи и признан невменяемым, но сбежал из российской психбольницы и попал в тюрьму в Осло. Выходить оттуда он не спешит, в норвежском СИЗО его и так неплохо кормят. Екатерина Зорина не побоялась пообщаться с сыном сварога лично и рассказала нам, как это было. Итак, Катерина, добрый вечер. Скажи, пожалуйста, как тебе атмосфера в норвежской тюрьме? Вячеславу Дацеку там живется. Его никто не боится. Все-таки имидж-то у него очень необычный. Вячеслав так себя ведет. Называет себя очень экстравагантно. Даже сходу не выговоришь. Напомню о своем рандеву с чемпионом мира по боям без правил. Вячеславом Дацеком рассказала Екатерина Зорина. Всемирный день туалета. Это официально признанный праздник. Отмечать дату решила международная туалетная организация. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok